Дорогие друзья, мы снова с вами в эфире и мы снова говорим о свежем выпуске газеты новая Бурятия, которая выйдет 10 мая в этот понедельник. И так получилось, что этот выпуск у нас посвящен известным людям Бурятии. И начнем мы с бывшего помощника президента республики Эдуарда Максимовича Илаева. Эдуард Максимович прервал свое многолетнее молчание и согласился на интересное интервью, в котором рассуждает о том, какой быть Бурятии в будущем и на каких проектах могла бы республика заработать себе блестящее экономическое будущее. Как вышло правительство республики в 90-е годы из сложного экономического кризиса? Какие опорные точки были найдены для того, чтобы Бурятия получала дивиденды в бюджет? Чтобы на федеральном уровне то, что здесь разрабатывалось, предлагалось, все это получило одобрение и согласие? Читайте газету «Новая Бурятия». Я думаю, что у этой темы может быть замечательное продолжение. Следующей известной персоной для нашей газеты стал известный ныне покойный бизнесмен, бывший генеральный директор известного предприятия Байкал-Лес Виктор Тугутов. Здесь мы предлагаем нашим читателям порассуждать о том, какое наследие нам оставил Виктор Еремеевич и с чем могут в ближайшее время столкнуться его потомки. Мы не могли пройти мимо культурной темы в нашем выпуске. И следующую статью, которую мы назвали «Балетные против оперных», посвятили состоявшейся недавно премьере «Лик богини». Это балет. Поставил этот балет известный постановщик Александр Мишутин. Однако, несмотря на то, что постановка имела успех, была хорошо встречена публикой, послесловием данной премьеры послужил небольшой скандал. О чем этот скандал, в чем балетмейстер- постановщик фактически объявил действующее руководство оперного театра, читайте в нашей статье. Особо отмечу, что данная премьера ознаменовалась посещением балета главы республики Алексея Самбоевича ЦИДНО вместе с супругой, который не только присутствовал в качестве зрителя на данном мероприятии, но и посетил, скажем так, фуршетную часть и побеседовал, что немаловажно, с артистами. О чем была беседа? Каковы были последствия данной премьеры? А самое главное, чем закончится инцидент? Те вопросы, на которые вы можете найти ответы в нашей статье. И еще одной медийной известной личностью, которую хотелось бы поделиться с вами, это интервью, статья главным героем, которой выступил бывший прокурор Владимир Иванович Марков, ныне общественный деятель, а также участник долевого строительства ЖСК Академический. История довольно запутанная, история долгая. Суть ее состоит в том, что перспективный объект превратился в долгострой, и Владимир Иванович долгие годы выступает на стороне дольщиков, добивается справедливости. Что удалось сделать за эти семь лет? Каковы итоги жалоб и петиций во все инстанции? А самое главное, когда будет достроен ЖСК Академический? Вот этими вопросами задался журналист в статье, которая называется «Городок академиков». Также вы можете найти в газете массу известных имен, в том числе и журналистского сообщества. Хочу напомнить, что газета «Новая Бурятия» вы можете получить в торговой сети города Улан-Удэ. Также газета доставляется в районные центры всех сельских районов республики. Кроме того, с мая месяца владельцы абонентских ящиков в почтовых отделениях всей почтовой сети также получают бесплатно газету «Новая Бурятия». Ну и я напоминаю, что у нас есть соцсети, есть сайт «Новая Бурятия». Мы ждем ваших откликов, нам важно ваше мнение. Всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!